Здравствуйте! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровные сроедения». Сегодня хотелось бы поднять тему, почему люди в большинстве своём не видят ауру других людей. Почему так происходит, что способность, возможность, которая является нормой, которая должна быть у каждого человека, проявляется у единиц. Я всегда ищу взаимосвязи, то есть питание с движением, движение с энергиями и со многими другими аспектами нашей жизни всегда я ищу взаимосвязь. Изучая дневники людей, живших до революции, выяснилось, что видение в принципе и особенно видение ауры других людей было нормой, то есть это явление было глубоко распространено. И мне стало интересно, что же такого было до революции, чего нет сейчас. Почему люди лишились этой способности? Во-первых, меня удивило, какое большое количество вегетарианских столовых и сыроедческих столовых было до революции в России. Об этом сейчас не говорят, но всплывают книжки дореволюционные именно по вегетарианской, сыроедческой кухне. И я понимаю, что, во-первых, наше питание оскуднело, то есть оно стало менее полезным, менее качественным по микроэлементам, витаминам и так далее, потому что исчезли те фрукты, ягоды с нашего стола, которые были для нас нормой. То есть осталось что-то привозное, что-то такое выращенное на химии. Ну и, соответственно, откуда тут возьмется вообще хоть какое-то здоровье, не говоря уже о видении. И получается, что питание, именно питание правильное, живое питание, насыщенное энергией, является той самой батарейкой, подпитывающей человека и дающей ему возможность видения. То есть это неоспоримый факт. И любой человек, кто коснется этой темы, начнет изучать ее, начнет поиски, почему так или иначе произошло, что мы лишились этой способности большинство и своем, наткнется на том, что питание играет огромную роль. И развитие вареной едени, оно повлияло таким образом, что постепенно выхолощивалась энергетическая составляющая еды. То есть вот та пища, которая приготовлена нежными домашними руками, мамы, жены и так далее, она еще содержит какую-то энергетику. Вся остальная пища, она просто белки, углеводы, жиры и все остальное по списку. Никакого энергетического позитивного момента в ней нет. Там единственные заложены те пропорции, числовые, которые наоборот старят человека, делают его больным и так далее. Поэтому здесь хочется отметить тот факт, что на самом деле живое питание, сыроедение, помогает открыть видение. Теперь сразу вопрос, да, вот есть сыроеды, которые там десятилетиями просто на сыроедении, но не получается у них, либо они не стараются, либо еще по каким-то причинам, так или иначе видения у них нет. Нет его и там далеко до видения. Там агрессия, там какие-то еще вещи очень неприятные. Ну, то есть я освещала эту тему, да, какое должно быть сыроедение. И ввиду этого я больше не касаюсь этой темы. Но на самом деле все глубоко, да. Следующий аспект, который хотелось бы в плане питания осветить, это масло. Да, у нас почему нет видения? Потому что вот дополнительная причина. Потому что даже если из еды, да, те же самые сыроеды или веганы, вегетарианцы берут какую-то энергетику, энергию, да, то ее хватает только на жизнеобеспечение. То есть не больше, только на жизнь четко, чтобы чуть-чуть еще, да, продолжение рода как-то там, детей рожать. Вот только вот на вот этот минимум, который дает возможность существовать, но не жить, да. Да, разберемся почему. Во-первых, до революции очень много ели масла. И масло не животного происхождения, а именно масло растительного происхождения. Очень много льняного масла, сыродавленного было, да. Ну, потому что производительность масла, она была поставлена для того, чтобы человека кормить, да, а не делать на нем большое количество денег, что, конечно, не исключено, да, но все-таки не настолько была промышленность развитая, заточенная именно под заработок денег, а не для оздоровления людей. Так вот масло было с полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, да. Омега-3, омега-6, про нее очень много рассказывано. Так почему же это все-таки камень преткновения? Да потому что у нас оболочка клетки жировая, да, и это жир не тот, который там, значит, трансжиры, да, там, вареные, жареные, еще там какие-то жиры. Это именно растительные, живые, да. И что интересно, масло-то мы не пьем, а за счет чего мы существуем? За счет внутренних ресурсов в организме, которые рано или поздно расходуются, мы стареем и как бы жизнь заканчивается. Что же происходит, когда организм не надрывается, когда поступают извне вот эти масла, да, правильные масла, помогающие строить функции организма таким образом, что организму хватает. Вот эта энергия, которая накапливается у человека, она ищет выход. Ищет выход в виде способностей и возможностей, в том числе видением, да. Значит, второй пункт, который помогает открыть видение, это масло. Причем масло, насыщенное, то есть содержащее полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, именно 3, да. 6-9 тоже хорошо, но обязательно омега-3. Следующий аспект – это соль. Вот я не рекомендую тем, кто хочет жить долго, счастливо, тем более обладать каким-либо видением, кушать поваренную соль. Ну, то есть, вообще, грубо говоря, это яд. Это яд, на который подсадили все человечество. Чуть менее вредна соль морская, да, потому что все-таки в структуре ее, долго в химию не буду вдаваться, очень полезные вещи, да, заложенные, архитектура, как бы молекулы и все-все, то есть она более полезна. Но еще более полезна калийная. Вот смотрите, у нас кровь, да, калиево-натриевый насос. И получается, что натрия мы кушаем много, а калия практически вот то, что мы достанем из фруктов и овощей, то и нашу, да. Мало кто есть в таком количестве, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему на высоком уровне. У нас сердечников больше, чем у всех остальных, да, то есть это основная причина старения и, ну, как бы короткой жизни, да, в принципе. Поэтому здесь нужно сделать вывод. Натриевую соль вообще стоит исключить навсегда из своей жизни, включить калий, да, калий, чистый калий. Вот интересно, что его можно добыть только в лабораториях, либо еще там где-то, но чистый калий без примесей, это именно та соль, которую нужно кушать. Можно ее миксовать с морской солью, можно еще с другими солями. Оказалось, что до революции было около, внимание, 20 солей, которые стояли на столе. Это не те соли, которые сейчас нам преподносят вместе с приправами, да, то есть это смешанная, поваренная с какими-то там травками. На самом деле это вообще были другие соли, которых мы даже названия не знаем. Из-за этого сохранялась и память, и видение, все остальное, потому что соль, да, мы как бы сами сотканы из всяких минералов, веществ, которые, ну, редко попадаются в природе. Соответственно, соль одна из них, но только не поваренная, да, то есть нам поваренная соль не нужна. Дальше. Если с солью мы разобрались, у нас осталось последнее, то, на что нас подсадила цивилизация. Электричество. Электричество, да, вот это вот 50 герц частота, она занижает частоту нашего мозга, да, а мы для того, чтобы обладать видением, у нас должна быть высокая частота как всего организма, так и особенно мозга. Так вот, оказалось, что у сильных мира сего специально стоят приборы, дающие частоту в доме, да, которая вот ток бежит по проводам с частотой гораздо выше, чем 50 герц. То есть они знают, как губительно для всего организма 50 герц, как, в принципе, электричество вредно, да, вот такое, какое оно есть. И, соответственно, они себе облагораживают свои жилища очень грамотно. А нам, простын смертным, пускают вот по проводам ток в 50 герц. Поэтому, конечно, мы замкнуты в пространстве, в своих квартирах, да, и деваться особо как бы некуда большинству народу. Но правда есть правда, да. То есть если у вас есть возможность в своем личном пространстве, в своем доме сделать хотя бы одну комнату без электричества, да, ну, потому что вот эти трансформаторы, вот эти вот приборы, они очень дорогие. То есть это не стоит ни копейку, да. И для того, чтобы его поставить, нужно еще специалиста найти, и все-все-все, и переделать все оборудование в доме, работающий на электричество под эту частоту. Ну, в общем, это достаточно сложная процедура. А вот сделать одну комнату без электричества, это вполне возможно. Ну, вот и все, да. То есть я вот обозначила четыре основные момента, остальные, конечно, никто не отменял. Четыре основные момента, которые не дают человеку обладать видением. И не просто видением, а видением глубоким, которое у нас должно быть порожденное. Здоровья вам, друзья! Подписывайтесь на мой канал. Добро пожаловать на мой блог по ссылке под видео. Да, хорошего вам дня! Спасибо! 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 Спасибо!